Дукса. Это канал, на котором не так уж и много подписчиков, около 20 тысяч, но мы можем заметить одну очень интересную и загадочную вещь, если зайдём на этот канал. Дукса утверждает, что канал Лирис это его плагиат, и если в этом разобраться, то можно понять, что Лирис и Дукса это один и тот же человек. Ладно, этим я вас, конечно, вряд ли удивил, но что если я вам скажу, что первое совместное видео с Лирисом на моём канале вышло в 2020 году? И всем привет, с вами я, Агера, и сегодня я буду записывать Бэд Варсик. Ты кто? Привет, я из компании строителей, меня зовут Петя, я твой новый тренер. Ты меня сегодня будешь учить строиться? Ага. Ну окей, поехали к Бэд Варсу. Но впервые Лирис написал мне ещё в 2018 году. И да, всем привет, с вами Агера. Недавно я записал видео, в котором рассказал о том, как я познакомился с таким ютубером, как Демастер. Этот видос многим понравился, и вы просили меня, чтобы я записал ещё подобное видео, но уже про Лириса. Поэтому в этом видео я расскажу вам о том, как я познакомился с Лирисом, когда мы записали с ним первое совместное видео. Также расскажу, как так получилось, что Лирис впервые написал мне в 2018 году, но записали мы с ним совместку только в 2020. Поговорим про огромное количество совместных видео, которые мы записали вместе с этим ютубером. И много чего интересного я расскажу вам про этого загадочного человека. А почему загадочного? Да потому что никто точно не знает, почему он так часто пропадает с ютуба. Но при этом мы все вместе ждём его новое видео. Кстати, про его перерывы от ютуба мы тоже поговорим в этом видео, поэтому будет интересно. С Лирисом мы записали очень много совместных видео за всё время, но недавно я задумался о том, что я никогда не брал у него интервью. Так вот, давайте с вами договоримся. Поставьте лайк на это видео, а также подпишитесь на мой канал, это очень важно. И если вы это сделаете, я предложу Лирису записать с ним интервью. Я думаю, вы все прекрасно знаете, кто такой Лирис. Но для тех, кто вдруг не знает, давайте я вкратце быстро расскажу, кто это и благодаря чему он набрал популярность. Во-первых, это человек, у которого есть канал, на котором 369 тысяч подписчиков. И ещё несколько лет назад он начал снимать необычные видео, в которых показывал разные виды строительства, разные виды кликов. Да и в принципе, видосы у него прикольные и интересные. В них присутствует много монтажа и видно, что он реально старается. Также у него есть популярная рубрика, которая называется «Баню свой аккаунт без читов». В этой рубрике основная суть заключается в том, что он заходит на разные сервера и проверяет, когда его забанят. К примеру, за огромное количество кликов в секунду. Также он снимал разные туториалы, к примеру, как научиться быстро кликать, или же как научиться строиться без шифта. В общем, Лирис в нашем комьюнити это человек, которого можно назвать бедварсером, ну и, конечно же, хорошим строителем. Но теперь давайте перейдём к главной теме моего видео. Как же я познакомился с этим ютубером? Давайте начнём по порядку. Да, как я уже и сказал, первое совместное видео мы записали с ним в 2020 году. Но в 2018, 18 декабря, Лирис впервые мне написал вот такое вот интересное сообщение. «Привет. Я хотел бы предложить сыграть гильдвар, в скобочках кланвар, на хайпиксельском бедварсе. Ну, типа, ML против АТ. Напиши, если согласен. Тогда у меня была своя гильдия на сервере хайпиксель, и у Лириса тоже. Думаю, она и сейчас у него есть. По крайней мере, свою гильдию я перестал уже давно вести. И в моей гильдии сейчас находится один человек, и это я. Так вот, Лирис предлагал мне сделать интересный ивент, чтобы игроки из моей гильдии сыграли против игроков из его гильдии. И, как вы думаете, что же я ему ответил и вообще согласился ли я? К сожалению, я просто проигнорил это сообщение. И, так как это было давно, я не буду говорить прям на 100%, но, скорее всего, проигнорил я его не специально, я в этом уверен. Просто у меня очень много сообщений в ЛС, и поэтому я не заметил его предложения. Но, через какое-то время, а именно в 2019 году, 31 июля, я написал Лирису очень странное сообщение. «Привет, чё, как жизнь молодая?» На что он ответил мне «Привет, вроде всё хорошо», и удивился, что я вообще решил ему написать. После этого мы немного с ним пообщались, но я на тот момент не предложил ему записать совместное видео. И, честно говоря, я почему-то думал, что Лирис ЧСВ, и поэтому я даже не хотел предлагать ему записать совместку. Не знаю, почему я так считал, но через какое-то время на стриме у Лириса кто-то спросил, не хочет ли он записать со мной совместное видео, и он ответил, что он не против. Поэтому, примерно через год после нашего с ним диалога, а именно 23 марта 2020 года, я написал ему вот такое вот сообщение. «Привет, Лирис, я вроде слышал, ты не против со мной заснять?» Мне говорили, что на стриме к тебе такой вопрос прилетал. «Так вот, можем зарекать?» И он ответил «Привет, конечно, можем». Тогда я очень удивился, опять же, потому что думал, что он не согласится, но я ошибался. После этого мы начали обговаривать с ним, когда мы можем записать видео. И, кстати, послушайте голосовое, которое я отправлял ему еще в 2020 году. И напишите в комментариях, поменялся ли у меня голос. Будет очень интересно узнать ваше мнение. «Слушай, а если не ошибаюсь, у тебя время смещено там очень сильно. Если не ошибаюсь, тебе во сколько удобно рекать? Вообще, типа, ну, к примеру, там, завтра или поздавтра, если пойдем, типа, во сколько тебе по времени удобно, че, как?» В 2020 году, 28 марта, на моем канале вышло первое совместное видео с Лиризом. В этом видео мы играли в Bad Wars вместе с Лиризом. И, видимо, потому что мы впервые с ним записывали, да и вообще до этого мы никогда не сидели вместе в Дискорде, он как-то стеснялся, что ли. Поэтому через какое-то время я ему про это написал, и он ответил мне «Прости, что так получилось». Хотя тут не за что извиняться, что тут такого. В целом, видео получилось классное и понравилось многим людям. Также тогда у меня была рубрика на моем канале, в которой я сравнивал свои девайсы с девайсами других ютуберов. И я попросил Лириза, чтобы он скинул мне свои девайсы. И в этом же году, 20 апреля, на моем канале вышло видео, в котором я сравнивал свои девайсы с его девайсами. Через какое-то время, а именно 25 апреля, все еще 2020 года, на моем канале вышло легендарное видео «Скайварсеры против бодварсеров», в котором принял участие Лириз, а также Хлэп и Злой Кролик. Это видео очень быстро начало набирать просмотры. Оно понравилось многим людям, и сейчас на нем почти полмиллиона просмотров. Это очень много. Этой же весной, а именно 11 мая, на моем канале вышло еще одно совместное видео с Лиризом, в котором мы поменялись с ним настройками. Это очень веселое видео, потому что тогда у меня было 2900 DPI на мышке, а у Лириза вроде 1600. Поэтому лутать в сундуке ему было очень непривычно, я даже не могу представить. Кстати, кому интересно, сейчас у меня на мышке 1900 DPI, потому что часто у меня про это спрашивают. И я думаю, вам интересно, когда же на канале Лириза вышло первое совместное видео со мной. Дело в том, что впервые на его канале я появился в видосе «Битва разумов», который вышел 30 июня 2020 года. И в этом видео принял участие не только я, а также Фьюшка и Хлэп. И вообще, это видео было не по Майнкрафту. Там мы отвечали на разные вопросы, и это была типа викторина. Но через какое-то время мы записали с Лиризом совместное видео, которое вышло на его канале. И в этом видео был только он и только я. К этому мы еще вернемся. Дело в том, что в этом видео я стараюсь все рассказывать по порядку. Перед тем, как мы записали совместное видео с Лиризом, которое вышло на его канале, мы также записали с ним еще совместное видео, в котором я затроллил Лириза. И вышло это видео в 2020 году, 25 июля, на моем канале. Это очень веселый видос, и кто еще не смотрел, советую глянуть. А теперь переходим к очень интересному видео, а именно мое совместное видео с Лиризом, которое вышло уже на его канале в 2020 году, 10 сентября. В этом видео мы играли с ним один на один в разные мини-режимы на Хайпикселе. И вообще, это видео должно было выйти намного раньше, но то у Лириза не получалось записать со мной совместку, то я не мог. Поэтому вышло оно только осенью 2020 года. Кстати, еще через какое-то время на его канале вышло еще одно совместное видео со мной и с другим ютубером. 31 октября 2020 года на моем канале вышла битва ютуберов. Видео, в котором приняло участие много разных ютуберов, в том числе и Лириз. Кстати, для тех, кто не знает, у Лириза есть брат. Правда, не родной, но не важно. В 2021 году, 11 января, на моем канале вышло с ним совместное видео, в котором я взял у него интервью. И там я спрашивал у него про Лириза, про читы от Лео, кто шарит, тот поймет. И я задавал у него много других разных вопросов. Как я уже и сказал в начале этого видео, по-моему, я никогда не записывал интервью с Лиризом. Поэтому, если вы хотите, чтобы я записал с ним такое видео, то поставьте лайк на этот видос и подпишитесь на мой канал. И я обязательно постараюсь у него взять интервью. 15 июля 2021 года на моем канале вышло еще одно совместное видео с Лиризом, в котором мы пытались поставить мировой рекорд на Бодварсе. Мы просто пытались выиграть игру как можно быстрее. Не помню, поставили ли мы мировой рекорд или нет, но видео получилось очень эпичным. Летом этого же года, а именно 7 августа, на моем канале вышло видео, скажем так, продолжение битвы Скайварсеров против Бодварсеров, в котором принял участие Лириз, Хлэп и еще один мой друг. Мы снова играли 2 на 2 в разные мини-игры и дуэли на Хайпикселе. Честно говоря, совместных видео с Лиризом на моем канале было настолько много, что перечислять все я не вижу смысла. Мы учились вместе с ним паркурить, играли в Билд Баттл, также Лириз принял участие в моем видео, в котором ютуберы поздравляли с Новым Годом. Но последняя совместка с Лиризом на моем канале вышла примерно месяц назад, а если быть точнее, 2 января 2023 года. В этом видео мы просто играли в Бодварс. И многие люди обрадовались тому, что наконец-то Лириз вернулся, и я тоже этому радовался, потому что он не выпускал видео на свой канал примерно полгода, и где-то месяц назад он выложил новое видео и снова куда-то пропал. Честно, если бы я знал, почему он не снимает видосы, я бы вам сказал, а так могу лишь сказать, что нам остается ждать и надеяться, что он скоро выложит новое видео. В любом случае, он тоже человек, у которого есть личная жизнь, в которую мы лезть ни в коем случае не будем. Возможно, он решает какие-то вопросы с учебой или еще что-то, я не знаю. Ну а в этом видео я рассказал вам про мое знакомство с таким ютубером, как Лириз. Напишите в комментариях, про кого мне записать следующую часть этой рубрики, а также ставьте лайк на это видео, подписывайтесь на мой канал, а с вами была Гера, всем пока!